спасибо татьяна да все отлично все спасибо спасибо друзья понял я дал запись и так ну что ж мы начинаем свой вебинар или проводим свой вебинар очень такой как бы напряженный период вроде бы вчера должен был закончиться 10 этап но он как бы растянулся слегка вот и перепрыгиваем через одиннадцатый этап сразу оказывается 12 поэтому связи с этим что хотелось бы до вас довести но в первую очередь несмотря ни на что мы переходим с этапа на этап но мы за землю сегодня в ответе в любом случае и скажу спасибо завтра нам дети завтра послезавтра после послезавтра потому что это действительно глобальный планетарный проект и об этом сегодня например задумавшись я нахожусь стали не в эстонии были сегодня в скажем управление которое занимается памятниками охраной памятников старины есть такая очень жесткая служба кто не знает таллин старый город он входит в одну под ним из памятников старины который охраняется специальной комиссии юнеско вот и здесь он один из единственных единственный город которым из среди среди средневековой крепостной стены которая окружает как бы старый город сохранилось очень много практически 85 процентов городской крепостной стены и это очень важно поэтому здесь очень трепетно относится к памятникам старины и многие предприниматели с которыми беседуем подготавливая здесь проект они как раз говорили что все это ничто если не будет с памятником старины как бы это дело согласовано ну или вернее согласовано если они не будут у нас как эстонцы говорят нашей лодки и мы пошли просто их ознакомить с этим проектом skyway и вы знаете вывод не буду вдаваться в подробности нам говорят что а вы понимаете что это проект века вот и когда я спрашиваю а почему вы так говорите и начинает мне человек который ну как бы по самые уши и по самую макушку сидит в охране памятников старины говорит что да это все хорошо но вы представляете какие задачи это решать начинает говорить то что мы ему говорили то есть это говорит о чем о том что его задело и это очень хорошо это хорошая обратная связь я ею хотел с вами поделиться поэтому мы за землю сегодня в ответе скажем спасибо завтра нам дети примерно то же самое сказал что если мы сегодня правильно спланируем и не будем как бы рушить старые памятники построим думчиво мудро построим новую дополнительную возможность передвижения в таллине то как говорится спасибо скажут нам завтра и дети и наши внуки и права поэтому дорогие друзья возвращаемся обратно к нашему этапу о чем сегодня хотелось бы сказать вот видите опять не успела 5 на на 12 сменить я пользуюсь старой как бы записи не ну ничего страшного понимаете что здесь 12 число вопросов skyway капитал персональный комментарий пояснение 12 этап что по двенадцатому этапу очень важно смотрите дорогие друзья важно то что сегодня мы находимся все спрашивали когда будет 11 когда 12 арифметика супер или вернее архи или в общем просто просто очень важно то что у нас на каждый этап теперь с десятого и дальше и так до пятнадцатого каждый этап требует 25 миллионов долларов инвестиций для того чтобы осуществить проект эко технопарка и сертификации и связаны с этим работы все зачем зачем чтобы выйти на мировой рынок строительный рынок в дубай зачем мы за этим там есть но дубай показал я не берусь комментировать и что-то говорить это прерогатива анатолий дворович а он четко скажет он скажет подведет черту и скажет еще кое-что очень интересно кроме того что мы узнали не прямо косвенно что мы переходим через 11 на 12 этап но что это нам инвесторам значит и что это значит людям которые будут ходить это то что мы на 10 этапе имеем инвестиции практически закрыты практически использованы почти использована весь трансфер залоговых или так называемых обеспечительных акций или бумаг или доли называйте это как угодно вот осталось у нас на три 4 миллиарда долей сколько куда как мы не знаем но мы знаем что фактически есть покрытие инвестиций 25 миллионов долларов по работам одиннадцатого этапа это вот вот признак все как только как только появится определенные скажем критерии а каким основным критерий не является который говорит что все эти деньги то что договор подписан и транш пошел понимает практически пошел прошел определенный этап она все значит это тоже будет или даны какие-то гарантии то есть я не исключаю что 12 этапа тоже очень быстро продаем друзья потому что анатолий дарт все расскажет почему поэтому а что это для нас для инвесторов значит вот крайние дисконты на этом этапе этот этап мы проехали практически все уменьшается в два раза риски тоже уменьшаются с 10 на 12 этапе риски тоже уменьшаются рисках я еще сегодня если мы дойдем туда я еще немножко вам расскажу вот какие риски вообще существует не полезно это знать вот это только не касается не только этого проекта ведь мы же с вами готовимся к адресным проектом это у каждого следующего проекта или у каждого нынешнего и следующего проекта практически все эти риски присутствуют в той или иной степени поэтому для общего развития это полезно знать теперь значит что у нас еще поэтому 12 грузоперевозки еще раз значит мы там прошлый раз значит были вопросы умные и не умные нет вопросы все умные дорогие друзья с как подковыркой или без подковырки правильно так сказать значит без всяких подковырок смотрите значит грузовой транспорт почему я на нем останавливая особо внимание да для того чтобы туркнуть вас хорошем смысле этого слова и чтобы начинали думать потому что смотрите у нас начать и завязалась дискуссия не случайно у меня здесь про адресный проект юни мусор мы об этом поговорим я не случайно когда мы вернусь обратился так но мы к нему еще вернемся поэтому очень важно это грузовой транспорт или перевозки грузов я бы даже так сказал что это в какой-то степени наиболее эффективно и наиболее наиболее быстро как бы окупающиеся проекты зависит конечно от проекта какие возможности надо это знать надо знать смотреть те буклеты которые сейчас выпускаются я ничего здесь нового вам не показывает все есть у нас в материалах головной компании и материалах колей капитал на сайте вот мы видим здесь различные варианты это уже заезженный вариант он есть у нас такие контейнеры грузовые опробованы они кстати за сертифицированы мы к нему еще чуть-чуть вернемся я бы его особенности еще раз обращу ваше внимание от контейнерной перевозки еще то есть существуют и такие контейнеры перевозки где никто никуда не поворачивается не надо поворачиваться 40-футовый контейнер стоит все точки подперты и так далее решение есть дорогие друзья но мы не все решения показываем во всех и красе понимаете поэтому это в ответ на вопрос о чем говорили немножко дискутировали прошлый раз этот картинка у нас была мы знаем это тоже как вариант вот пожалуйста вариант обработки конвейерной обработки в терминале неважно он где-то в порту стоит или за портом но он позволяет контейка конвейерно обрабатывать грузы поэтому это надо знать это надо смотреть в это надо проникать вникать потому тогда мы сможем кому-то предлагать или с кем-то беседовать на эту тему начинать обсуждать эти проекты и и это лучше доходит до людей нежели когда приходишь служит очень тебе расскажу про хороший транс до 8 случаях самое срабатывает это но в 20 случаях или двух случаях срабатывать лучше когда ты начинаешь предметно говорить и это приносит больше эффекта нежели вот пустое или иногда пустое пустое разговор малоэффективный разговор хотя в принципе информация все равно передается и это очень важно далее я вот как раз возвращаюсь или хочу как раз показать вот этот у 4 131 контейнерный юнитрак что здесь очень важно что меня задевает я обращаю ваше внимание на пробег в автономном режиме 40 километров в автономном что это значит только нет он сам бежит что мы это уникально где мы еще такое видит 2 при скорости при скорости средней скорости 100 километров я даже не беру 150 50 километров вообще смешно и да а при скорости 100 километров в час на 100 на 100 на расход электрической энергии на 100 километров при скорости 100 километров в час в переводе на посильное или же жидкое топливо это 1,2 литра топлива 1,2 литра если кто ездит на машине есть машины средний расход топлива это 10 20 это просто без всякого груза а на грузе когда вести надо смотрите грузоподъемность когда груза надо почти две тонны вести это совсем разные вещи понимаете то есть это очень это просто никакой расход топлива и очень важно что взаимоотношение массы самого полной массы и грузовой то есть контейнер всего 7 на 700 килограммов весит полным со всем своим оборудованием и совсем двигателями со всем этим делом понимаете то есть очень эффективно если мы начинаем это пересчитывать по эффективность в разы выше чем даже на железной дороге с морским контейнером перевозками там немножко иначе это дело но с железной дорогой это абсолютно и с автодорожным перевозка смотрите есть еще различные другие варианты обработки такой подвесной вариант ведь подвесной подвесной 1 как бы одно путевой по одной трассе и и обрабатывать можно массу различных вариантов на терминалах контейнера терминал здесь опять мы видим вариант когда идет на подборных как бы площадка обработка грузов на различных вариантах засыпки контейнеров сыпучие грузов жидкие грузов это может здесь мы видим именно сыпучие грузы различные варианты то есть можно многому теперь здесь очень важно опять-таки такой метод или такая форма построения контейнеровозов скайвеевских да это модульность можно использовать кассеты здесь мы видим поддонные варианты поддоны а это могут быть и кассеты таком же размере они как раз подгоняются по размеру стандартно под 20 или 40 футовый контейнер под машины которые развозят грузы вот и уже контейнерно обрабатывается причем контейнеры абсолютно смарт вариант когда абсолютно все электронно уже занесено почему мы занимаемся токенизации вот это тоже один одна из возможностей то есть вполне можно будет четко каждую вещь которая здесь есть она может быть уже очень четко занесена в электронный паспорт контейнера или кассеты все только чик и пошло дальше или взяли распределили снова по чипам опять перераспределить это намного упрощает работу не надо никаких там больших затрат и так далее и скорость растет что сейчас очень низкая нынешняя скорость обработки грузов 12 километров в час средние если вот так вот посмотреть то есть модульность и сопряжение это дает возможность сопрягаться или скажем так работать с различными формами другими формами перевозок я специально подробно это рассказываю друзья я еще раз повторю те кто только подключились и не слышали это то что ну надо постигать это то о чем вот мы сейчас готовимся я с вами поэтому делюсь что я сам тоже развиваюсь дорогие я готовлюсь своими коллегами мы идем на разговор и поэтому надо знать если твой партнер с которым ты беседуешь в морском порту там или же в логистическом центре начинает задавать вопросы а ты открываешь ничего страшного конечно но лучше если ты не открываешь рот и не смотришь потолок и не чешешь затылок а имеешь уже или крайнем случае вот детали я уточню потому что бывают очень четкие очень интересные вопросы и каверзный вопрос тут прошлый раз тоже пытались нам это как-то почему тихо меня не слышно алё алё меня слышно дорогие друзья дайте знать обратную связь а тут появились вопросы что есть да спасибо это в кого-то там к уносить это просто павлиус павлиус слышно меня спасибо все дорогие друзья извините значит и поэтому очень очень важно это учитывать теперь второй вариант это грузы которые засыпные грузы позволяет перерабатывать тоже массу с очень хорошей экономии без рассыпки без потери грузов это поточность мощная поточность это сразу увеличивает скорость обработки грузов компактность то есть определенными уже отмеренными значит контейнерами четко можно знать сколько туда не примерно вот столько а это контейнер позволяет такая обработка контейнера позволяет четко сказать вот в этой куче столько-то груза понимаете а сегодня это большая проблема когда надо четко знать сколько здесь у тебя груза если опять-таки сопряженность такой контейнер позволяет это могут быть модули их можно не сытные а здесь внутри могут быть модули это такой вариант здесь сейчас такой вариант который снизу открывается и срабатывает да вот а могут быть различные модульные варианты и это позволяет универсально собрегаться с другими видами транспорта уже запомните это очень важный принцип мы кто мы занимаемся этим делом наш проект он не заменяет какие-то другие виды транспорта он приходит идет пришел идет и будет идти в помощь решению транспорт транс нет овский задач то есть передвижение материальных предметов том числе материального человека физического понимает то есть безопаснее экологичнее эффективнее и так далее и так далее и это очень важно что еще по транспорту смотрите значит срок и стоимость доставки с чего начинают обычно с этого начинают все логисты работают вот с этими параметрами стоимость доставки время доставки удобства и так далее так далее параметры доставки основные время доставки самолет быстрее всех В следующем позиционируется Скайвей, далее идет автопоезда или автоперевозки, поезд идет еще, время доставки более длительно и корабли еще дольше. Причем стоимость доставки, видите, средняя, можно поставить здесь уровень по Скайвею, если раз, раз, два, три, четыре, ну на пять, на 20% каждый, то мы чуть больше 20%, это уже 45% от всего, от какой-то единицы или в два раза дороже стоимость единицы доставки. Поезд в три раза дороже, автопоезд еще дороже, самолет еще дороже. То есть здесь очень четко тоже видно, что такое Скайвей и как он позиционируется с другими видами транспорта. Этого нельзя не знать. Я понял, я понял, Павелик. Значит, это хорошо, что не пишут. Пустое. И, значит, завершение вот этой транспортной эпопеи, что я вам хотел сказать, да, здесь так называемая стоимость эксплуатации. Тоже один из важнейших моментов. Ведь можно говорить, что это экологично и так далее, и так далее. Как понимать вот эту таблицу? Это не очень просто, но в принципе проще нет. Структура затрат традиционного грузового транспорта. Здесь видно, что, например, прочие расходы это 15-10-15 процентов, амортизация 10-20 процентов. Топливо. Возьмем топливо. Топливо здесь 30-50 процентов. Если мы возьмем, что это 100 единиц, там 100 долларов или еще что-то, возьмем 1000 долларов, извиняюсь. Так, теперь структура затрат, структура затрат грузового транспорта Skyway, чтобы это понять, это всего лишь от этого 5-15 процентов. То есть, если здесь 100, то есть 1000, то здесь 50-150 долларов. Если здесь, скажем, мы возьмем еще что здесь у нас. Заработная плата, если здесь 100 тысяч, то здесь 5-15 тысяч, понятно, да? Для того, чтобы ту же самую работу осуществить. То есть, это экономия операционных затрат, это операционными затратами можно считать по сравнению с традиционными транспортными системами в 2-5 раз. И это мы видим от этого, что это так и есть. В принципе, это же не просто с потолка взято, это взято расчетно, показывает, каковы расходы могут здесь быть. Есть свои правила этого установления, или вернее этого расчета. И теперь вернемся обратно, посмотрим, что там у нас еще было с вами. Очень важно, да? Так, вот, приехали. Значит, ко первому вопросу. Про адресный проект Юни Мусор. Вы знаете, в чате, кто не участвовал, не участвовал, давайте про мусор поговорим. Про мусор в хорошем смысле этого слова. То есть, мусор, который производим мы. Мы же экологически? Экологически. Значит, давайте поговорим, что производят. Там дискуссия, конечно, там дама, уважаемая дама, высказала мысль. И причем она вполне откровенна и правильна, я с ней согласен. Да, действительно, большая проблема. Она говорила с позиции России, российских городов. Но это касается не только этих городов. В России уже много сделано по переработке мусора. Мусор сейчас практически работы с мусором, скажем, к сожалению, попадают в определенных странах, попадают под влияние криминальных структур. И это факт. Вот, значит, если государство не регулирует эти вопросы, причем к криминальным структурам начинают относиться чиновники, к сожалению, да. Но вернемся обратно к структуре мусора. Это, значит, по самой сути. Почему я об этом хочу поговорить? Потому что я участвовал в одном проекте в Эстонии по использованию, значит, мусора, пластикового и бумажного мусора для вторсырья. Сейчас в Эстонии очень много мусора перерабатывается или отсортировывается, перерабатывается, как и производится, ну, как бы переход, уходит снова в обработку и вторичное использование. И когда люди говорят просто, вот речь зашла на чате, зашла речь о том, что вот, давайте сейчас быстро, у нас быстрый транспорт, сегодня будем в гордак загружать в эти самые мусороконтейнеры, юнемусорки, значит, и будем куда-нибудь на тысячу километров. Что это такое? Это дело в том, что мы тем самым резинку оттянем, дорогие друзья. Не будет вонять у вас под носом, будет вонять там. В целом, поэтому структура мусорная очень большая. Здесь надо комплексно работать, но идея правильная. Почему правильно? Потому что надо разобраться, что надо выяснить. Смотрите, здесь стоит вопрос, что выяснить? С каким мусором надо в первую очередь начинать работать? Тор-сырье надо на месте, его нечего далеко возить. Его надо на месте обрабатывать, собирать, находить его, ну как бы, предпринимательство. Это предпринимательство, причем немалое предпринимательство. Люди очень хорошие деньги на этом зарабатывают, во-первых, да. У нас сразу все леса очистились, как только начали пластмассу перерабатывать. Проблемы возникли, начались с других городов привозить, целый цирк. В Латвию ездили за пластмассой. Это первое. Но самое трудно перерабатывается, это, значит, можно сжигать, конечно, можно сжигать. И сжигают часть мусора. Но там тоже есть свои нюансы. Но в основном это биологический мусор, это отходы продуктов и так далее. Они требуют определенной утилизации, определенной, как бы, да, утилизации, определенной, как бы, хранения. Да, это надо отвозить куда-то дальше, надо это делать. И тут возникает вопрос, трудно сегодня, значит, обсуждать. И это надо просчитать в каком-то конкретном месте и тогда принять решение. Потому что вопрос возник даже, может быть, не в том, что основным будет не перевозка, а основным будет сортировка, обработка, вторичные, производство каких-то вторичных материалов, тех же самых каких-то ограждений, каких-то заборов, каких-то досок или еще чего-то, да. Вот, но уже с добавлением пластика и с древесными отходами и так далее. Вот, или с картонными бумажными отходами. Там масса разных возможностей. Вот, кто будет заказчиком? На что? И откуда деньги? Это все надо продумать. Тогда можно обсуждать, можно эту тему как-то вот выносить опять на обсуждение. А просто так, кому что, в голову сбредет, я тоже считаю, я благодарю тех, кто сказали, давайте эту тему сейчас закроем. Потому что иначе там повалится, бог знает что. Вот. Не проработав, давайте не разбираться. Взяли, проработали, предложили. Да, может быть, что-то просчитались. Разберемся. Хотя с мусором эта тема очень важная. Да, действительно. Мы планету не очистим. То есть мы скажем, вот мы здесь провели дорогу, здесь у нас все чисто. А вокруг будет, извините, отгивы конюшни. Все в навозе. Ну, навоз хорошая вещь. Но его тоже надо перерабатывать. С умом. Понимаете? Потому что навоза мы тоже производим, кстати, много. И отдельная история это обработка всего этого нашего навоза. Ну, это не к нашей теме сейчас. Теперь далее, дорогие друзья, следующее. Что важно, это договор конвертирует займа. Обозначу основные, основное фразы. Смотрите, что еще по этому договору очень важно сейчас сказать. Потому что, потому что криминальные или финансовые полиции все больше и больше начинают нам придираться. Они чувствуют, что мы развиваемся, мы идем дальше. Вот. И многие из нас, к сожалению, не знают, что такое Global Transport Investment. Мы подписываем договор конвертируемого займа. Там, значит, когда, где главным является Global Transport Investment. Это компания, которая владеет технологией. Она даже, то есть она выпускает, там, она выпустила акции, которые отождественные оценки, оценочной стоимости технологии. Это самая главная компания Global Transport Investment. Она создала, значит, у нее есть партнер, агент-поручитель. First Skyway Invest Group. Вот. Это Skyway Capital практически. Это и агент. Что она агентирует? Она агентирует, передает информацию, что дорогие друзья, есть возможность. Значит, идет какой-то проект. В этом проекте такая-то суть. Вот. Он, как бы, организует эту работу. Вот. И он помогает инвестору, который заинтересовался, провести средства, кредитные средства в Global Transport Investment, который обеспечивает о его, как бы, финансировании у компании ЗАО «Струнные технологии», который строит эко-технопарк и проводит сертификацию технологии. Но First Skyway Group или Capital является еще и поручителем. Что такое поручитель? Поручитель – это, как бы, сторона договора, которая инвестору, который приходит, инвестор вот здесь стоит, да, который приходит, она говорит, что в этом договоре сказано, что поручитель обеспечивает все необходимое, чтобы, во-первых, получил инвестор залог, если он его захочет получить, у него есть выбор, ни к чему не принуждает поручитель, да, но он поручается, что в случае, когда инвестор и кредитор свою сумму внес в проект, пожелал получить залог себе, поручитель это обеспечивает. И это ему поручил Global Transport Investment. То есть он является поручителем от имени, вот, головной компании. Rail Skyway Systems Holding 2 – это поручитель владелец долей акций в этой компании, условно говоря, от имени. Он распоряжается, правильно даже так сказать, не владеет, а распоряжается долей или акциями этой компании, для того, чтобы в случае желания или в случае проявления воли получить свою собственность, он передает это инвестору. Поэтому здесь очень важно еще следующее. Skyway говорит, не ведет активная реклама и компания в открытом интернете. Ой, как к этому привязываются, ой, как это пытаются, значит, нам приписать в некоторых странах Европы. И сейчас, вот, я сегодня полдня сидел, разбирался с немецким переводом, где прямо вот так и лезет в глаза вот эта вещь, что да, вот активно ведет работу, торгует акциями, полная ерунда. Не нанимает никого для этого, каждый действует добровольно по своему усмотрению. Не призывает, а это касается не только Европы, Россия тоже относится к Евразии, к Европе, да, не призывает открывать своих сайтов. Люди чего только не делают, сколько уже людей предупредили, сколько сайтов попросили закрыть, потому что там люди, ну, начинают уже цирк Бессалей прямо вот так вот проводить, для того, чтобы кого-то подписать и как-то на этом деле, ну, скажем так, немножко поживиться. Нельзя это делать. Можно только передавать информацию о самом проекте и так далее, и так далее. Не нанимает никого на работу по привлечению инвестиций. Все добровольно. Не обещать никаких выгод. Вы скажете, а, ну, о чем же вы, Масло, здесь говорите? Или о чем ты, Владимир, здесь говоришь? Я говорю о возможных выгодах, но не обещаю этого. Понимаете? Разные вещи. Да, конечно, всегда хочется, или у всех говорится то, что хочется слышать. Естественно. Но, говоря о том, что есть выгоды, а выгоды у проекта в будущем, они такие же, как у любого другого проекта. Это ценные бумаги, по ценным бумагам, когда они становятся ценными, приходит такое состояние, да, то есть после открытого их вывода на рынок, у них появляется ценность. Сейчас это просто так называемая бикселя, условно говоря, в виде акций компании или долей, как их сейчас иногда, или не иногда, а зачастую называют, боясь слова акций. Как только говоришь акции, ага, все, ты торгуешь акциями. Значит, а, значит, у вас идет предложение акций. Ну, назовем долями, предлагайте доли. Тоже ерунда. Мы даем залог эти, человек сам их берет, никто ему не предлагает. Объясняет выгоды и риски. То есть выгоды есть, да, при выходе и так далее. Это будущее. Но они не гарантированы и они, как бы, являются привязанными к этой будущей акции, выведенной на рынок ценных бумаг акций. И риски. К рискам мы тоже еще придем, но в основном, как я всегда говорю, и я повторю сегодня, риски у нас сегодня, дорогие друзья, временные риски. То есть чуть раньше, чуть позже. Кто-то рисковал. Смотрите, даже такая вещь, как переход с этапа на этап. Кто-то рассчитывал, что, о, ничего, сейчас еще мы посидим на 10 этапе. Опа. Оказывается, нет, не прошло, значит, оказывается, вот 11, ну ладно, на 11. Оказывается, 11 этап не будет уже. Понимаете? Это для инвестора или для кредитора, для предпринимателя, который это принял уже серьезно, для него это временной риск. С другой стороны, временной риск, что такое? По проекту, по бизнес-плану предполагалось в 2017 году, в 2017 году высокоскоростную трассу построить и начать ее, ну как бы завершать, или, по крайней мере, провести первую стадию сертификации. Ее пока нет. Есть проект, но нет трассы. Физически ее нет. Временной риск, временной риск. Пройдет еще полгода, раньше, чем, как бы, она реализуется. Может быть быстрее, может быть чуть дольше. Не знаю. Это не мое обещание. Даже Юнистскому трудно сказать, если вы возьмете за пуговицы или за галстук и скажете, Анатолий Юрьевич, скажи, когда будет высокоскоростная трасса? Он скажет, построим, узнаете, услышите. Когда договор подпишете? Как только подпишем, деньги получим, сразу узнаете. Понятно, да? То есть, это риски. Кухонные измельчители решают проблему биологического мусора. Конечно, решают. Я согласен с вами, естественно. Это один из вариантов. Но биологический мусор, вы же понимаете, кухонный измельчитель, он отдаляет проблему биологического мусора. Понятно, да? То есть, мусор начинает уходить в природу несколько другим путем. Так бы он вошел бы в контейнер, перемешался там с бытовым каким-то мусором, да? Если нету, не построена правильно система сбора мусора. Вот. И надо было бы там отделить святое от праведного, условно говоря. Вот. И бог знает что там, потом гнило бы, да? А так уходит в систему очистки. Даст бог, чтобы она там хорошая была, эта система очистки, отстойки и так далее. Да, чуть-чуть оттягивается. Но она все равно требует затрат. Вот. Определенно. Хотя в какой-то степени, конечно, решает. Вот. Выгод. Теперь дальше. Ну, разъясняет экологичность, эффективность проекта, разъясняет. Правильно. Не зарабатывает прибыли. Вот. Очень важный. Вы знаете, сегодня с юристами как раз говорили. И вдруг он говорит, ну вот просто затерлось. У нас тоже уже глаза затерлись. Он говорит, кто тут тут? Масло. Так, извините, ведь это же компания, ни одна компания из этих компаний, ни одна, не является предпринимателем. Пока. Прибыли, никто из них пока не зарабатывает. Даже Global Transport Investment, пока он не зарабатывает прибыли, пока проект не вышел на, как бы, на строительство и так далее. Идет только покрытие издержек. Везде идет покрытие издержек, инвестирование, то есть постоянное инвестирование. И в первую очередь не First Coway Invest Group, который является агентом и поручителем. Что самое важное, вот эта компания точно не является предпринимательской компанией. Она агент, поручитель. Все. У нее нет прибыли. Она только покрывает свои издержки из потока, из расчета. Все. Рейс Кавей Систем Сходу тоже. Это не предпринимательская компания, это даже у нее написано в уставе. Она только держателем является будущих или нынешних, вернее, акционеров, учет акционеров. Все. Нынешний. Дальше, как только уходят, значит, акции уходят на рынок, то дальше они уходят на рынок и их начинает биржа учитывать. Там отдельные истории, мы об этом поговорим, не будем сейчас ваши головы замутнять. Так. Не зарабатывают прибыли и нет прибыли. Правильно. Но покрывает издержки. Об этом мы сейчас сказали. Теперь, что еще хотелось бы сказать. По договору еще. Повторюсь. Здесь я повторяюсь. Договор конвертируемого займа. Обязательство в случае непринятия залога. Значит, там я говорил, что есть выбор. Можно одним или другим путем идти. Когда человек кредитует проект или инвестирует через кредит. Он или берет залог, или не берет залог и ждет, значит, возвращение этой суммы. Возвращение какой суммы? Возвращение вот этой суммы, которую он проинвестировал. На этом этапе среднее было, я брал 1 к 100. Проинвестировал 1 доллар. Залог получил 100 акций. Если взял залог. Проинвестировал 1 доллар. Не взял акций. Жду возврата 1 доллара. Понятна рулогика, да? Так вот. Здесь речь идет о том, что вариант, когда человек не взял залог, а ждет. Возвращение 1 доллара. И это в пункте 2.1 конвертирован взайм. Очень хорошо все расписано. Пункт 2. Обязательство в области прибыли. Это пункт к тому же, к этому пункту прибыли. Что в случае, если ты не взял залоговые акции или доли, как их сейчас называют, а решил получить обратно свой доллар, то на него можешь получить прибыль, если таковая в компании будет, через 3 года. Уже раздел 3.5 говорит, что право получить собственность обеспечительной акции. Это железно прописано. Это как раз обеспечивает поручитель, который с одной стороны это Skyway Invest Group или это Skyway Capital, который обеспечительной акции обеспечивает, чтобы они пришли при выборе этого варианта. человек получает залог в себе и получает обеспечительные акции, которые в принципе записываются на его имя. Он, конечно, может их в электронном виде, может на бумаге получить условную записку, но это сертификат, это не акции. Чтобы акции получить на руки, каждая акция должна быть нещик вот так вот, в виде бумаги какой-то в руках. Так что это все равно электронный вариант. Далее. Право участвовать в первичном публичном размещении акций проекта компании. Значит, это право у компании есть, она его берет на себя, и она его обязана выполнить. И в договоре есть пункт 3.10. 3, вот третий раздел вообще предлагаю вам внимательно почитать. Договор не гарантирует успешное размещение. Дело в том, что некоторые говорят, вот у меня есть договор, я пойду, успешно не разместите, я вам покажу. В договоре четко написано, что как человек, я, ты, он, она. Значит, договор не является гарантией. Договор является документом, который расписывает взаимоотношения. А успешное размещение – это риск проекта, один из рисков. Успешно мы разместили или нет. Потому что от чего это зависит успешно? С одной стороны, от профессионализма и, скажем так, навыков тех, кто будут нам помогать это делать, или кого мы как бы будем привлекать к этому делу. А с другой стороны, от содержания самого проекта, то есть от его прибыльности, от его эффективности, от его динамики этого проекта, от способности, скажем, как в том анекдоте. Знаете анекдот про слона? Что говорит, нет, мужик, с таким лицом и с таким рассказом ты слона не продашь. Так и здесь, понимаете? Очень многое зависит от маркетинга, от роуд-шоу и так далее. Потому что это тоже должно присутствовать. Но в случае, только в том случае, если внутреннее содержание проекта идет по динамике нарастающей, идет эффективно, эффективность проекта достаточная и так далее. То есть в рамках декларированного. Это очень важно. И когда задают вопрос, что скажите, когда будут дивиденды? Когда акции будут? Или когда я смогу продать акции? Вот тогда, когда будет рационально выйти. Я буквально недавно разговаривал на прошлой неделе в пятницу с людьми, компания. Она международная компания. Ее контора здесь в Эстонии. Сейчас много здесь осело различных международных компаний. Уже здесь достаточно, ну как бы, и организационно, и юридически, и право в смысле хорошо регистрировать так называемые управляющие компании. И они как раз мне рассказали, как у них, значит, проект один чуть было не завалился. Потому что почти 50 на 50 было акционеров. И одни, там были не масса акционеров, там было где-то порядка пяти акционеров. Вот. И начали проталкивать, что давайте, давайте выйдем, мы хотим заработать сейчас. Вроде все нормально. И чуть было не приняли решение. Хорошо, что президент компании наложил вето. И они говорят, вот никогда не знаешь, где это пригодится. Думали, а зачем нам вето в уставе? Право вето на наложение на определенное. Там были условия, на что он может накладывать вето. И он наложил вето, сказал, нет, дорогие друзья, давайте размещение отодвинем дальше. И на рынке происходит обвал стоимости материалов. Вот в этой сфере. Я не имею права сказать в какой-то сфере. Вот. Они говорят, ну, вот выйдем мы туда. Это можно было поставить крест на все. Значит, мы почти 800 тысяч евро потратили на вывод всего этого дела. И мы могли бы все это дело закрыть, забыть на полтора года и начинать через полтора-два года снова вводить. Вы понимаете, с чем это связано? То есть это все очень непросто, дорогие друзья. Поэтому здесь надо очень внимательно к этому относиться. Лучше. Знаете, как с рыбной ровли. Кстати, он и сказал, что, знаешь, вот подсекать нужно вовремя. А иначе так и будет сидеть на поплавок смотреть. И что мы хотим? Мы хотим сидеть на поплавок смотреть? Или же мы хотим вытащить хорошую рыбу? Вот отсюда и зависит, когда будем говорить о том, когда можно будет продать акции. Но мы даем возможность и готовимся очень усиленно к тому, чтобы открыть так называемую монетизацию адресных проектов. И вот здесь можно будет рыбу хорошо ловить и выдергивать. То есть кто у нас любитель быстрых заработков, пожалуйста, здесь можно будет. Наш проект это долгосрочный, основательный, социальный, всячески выгодный проект. И время это покажет. Мы шагаем в эту сторону. И это так, дорогие друзья. Я вас говорю, Владимир, Владимир, вы часто говорите, чтобы мы, партнеры, были более активны. Да, говорю. Может быть, наша активность может предоставить себя не только в отложении, но, да, конечно, но и в подаче предложений. Конечно, я об этом и говорю, Владимир, которые идут на пользу компаний. Для активизации этой направленности я могла бы проводить конкурсы один в нескольком в течение текущего года. Да, вы знаете, мы об этом думали. Вы не самые первые с этой идеей, но кто будет оплачивать вот эту деятельность? Если кто-то готов взяться, давайте поговорим на эту тему. Но это работа волонтерская, Владимир. Понимаете, да? Это мы не имеем права, значит, и, скажем так, у КБ, у Юницкого идей и так много. Нам это, Владимир, нужно для того, чтобы самим развиваться. Понимаете, да? А не сидеть, смотреть, что там в Минске делают. Потому что если бы сегодня, это я так думаю, это не факт. Я, может быть, что-то не знаю или еще, но я говорю то, что я, ну, как бы вот я ощущаю. Если бы я сегодня пошел, постучался, правда, там никого сейчас еще не вернулись из Дубая. Когда они вернутся, я приехал в Минск, пошел там Кириллу Бадулину или еще кому-то и сказал, ребята, у меня тут есть проект, значит, с идеей есть, давайте ее разберем. Они бы сказали, слушай, у нас без этой идеи очень много. Есть идеи, которые срабатывают. Юнибайк. Сработал? Сработал. Пришел, потому что эта идея возникла в процессе. Значит, идея перевозки грузовых контейнеров 20-40 футов в процессе, потому что сообразила, быстро взялись, там были наметки, сделали, мы видим, я сегодня показывал, какие уже есть, это показана только одна сотая часть того, что делается в этом направлении. Я вас уверяю. Поэтому, значит, не видите вы вопросов, да? Сейчас я посмотрю, почему вы не видите вопросов. Так, модерация, премодерация, постмодерация. Давайте, а сейчас вы должны видеть. Вот, значит, поэтому, поэтому на каком-то этапе мы это будем делать, когда ассоциация начнет работать. Но, опять-таки, видите, это все требует время. Но у нас примарно что, Владимир? У нас примарно это завершение сертификации технологий. Вот. И поэтому весь фокус на этом сейчас намечен. Потому что, поверьте мне, я и коллеги и сибиряков, и суходоев, и другие наши товарищи, мы выходим с многими идеями, но нам говорят, дорогие друзья, фокус у нас где? Цель у нас какая? Понятно, да? И слава Богу, что это так. Иначе бы мы тут занимались бы идеями. Я вас уверяю, что идей может быть много. Потому что Владимир, ваш покорный слуга, Владимир Маслов, имел опыт в течение полутора лет один раз в неделю принимать людей, которые приходили с идеями. У нас была конструкторская компания, консалтинг была компания в Эстонии, в Советском Союзе, единственная, которая занималась различными, ну, скажем, проектами, любыми. Вот. И приходилось отсеивать, прорабатывать много-много-много различных идей. Я вас уверяю, тут можно и, как бы, погрязнуть. У вас в скайпе было предложение очень интересное предложение перевозка мусора. Хотелось бы, чтобы это направление было бы рассмотрено. Соберитесь, начинайте его рассматривать в какой-то момент, но не в чате, как там правильно коллеги сказали, да, а соберитесь в отдельную группу по переработке мусора, проработайте ее, дайте знать, мы хотим обсудить. Выйдите на меня, можем выйти сюда и здесь, прямо на вебинаре. Это дело я я вас уверяю, что, ну, что-то я умею, я скомпоную и это дело нанесем, понимаете? Собирайтесь, я только буду приветствовать и готов вам помогать в этом плане, именно как вот, ну, системщик, как человек, который, ну, немножко что-то умеет уже делать. Рассмотрено, поэтому в этом плане согласен с вами. Так, дальше. Напоследок, на закуску, на закуску, я обещал вам, дорогие друзья, немножко про риски, оценка рисков предприятия. Я просто покажу, сейчас не буду разбираться, это более длинный процесс, чтобы вы понимали, о каких рисках вообще, это из бизнес-плана, кстати, я ниоткуда-то не взял. задержка в строительстве, против этого есть лекарства, но задержка, она все равно выходит временной риск, правильно? Согласен, согласен. Перерасход средств, перерасходовали средства, значит, опять-таки, она косвенно или прямо влияет на задержку каких-то процессов, которые вовремя не сфинансировали. Риск, здесь нету риск финансирования, я бы его поставил в следующий, риск так называемого плавности финансирования или планомерности финансирования, он у нас есть, он полностью работает. В чем он выявляется или в чем он проявляется, он проявляется во временном факторе, во временных рисках. Производственный риск, это все то, что связано с подрядчиками, субподрядчиками, и так далее. Да, в конечном итоге одного задробили, пришлось переделать и так далее. Это производственный риск. Может быть, и производственный риск, технологию не так разработали. Произвели, не то сделали. Производство, но во времени, опять-таки, он выходит во времени, оттянули, то есть, по шкале времени прошли дальше. Инфляционный риск, это немножко другая история. Здесь надо уметь правильно средства использовать и раскладывать. у нас он минимизирован за счет той формы финансирования, какой мы пользуемся. Организационные риски и так далее. То есть, еще есть риск, маркетинговый риск, вы догадываетесь, что здесь, то есть, не рассчитали, не рассказали, не привлекли, роп-шоу не провели, не учитываем то, что на рынке происходит и так далее, и так далее. Стандартные технологические риски масса различных, инновационные технологические риски есть, и есть научные проектно-конструкторские риски. То есть, зашли совсем не в ту сторону, не согласовали, начали заниматься чем-то таким, на что вообще нет международных стандартов. Почему в начале, в самом начале, Анатолий Дарькович поставил, дорогие друзья, мы сейчас выводим самые простые варианты везде, и это не значит, что мы только этим и занимаемся. У нас есть колоссальные, далеко вперед ушедшие технологии, технологические решения, но мы сейчас не имеем права их на первый стандартов, иначе мы и будем их сертифицировать. Сейчас берутся максимально приближенные к городскому виду транспорта сравнительно с трамваем. Вот и все. То есть самые примитивные, элементарные решения, которые не требуют дополнительных сертификаций, дополнительных каких-то согласований и так далее. Это надо учитывать, это эти риски. И теперь, значит, вернемся обратно сюда, посмотрим. Ну, ладно, с этим мы сейчас не будем больше сегодня заниматься. Инновационный продукт Скавей, сильные стороны, все эти у нас есть, слабости наши, это инвесторы подключаются к рынку, ну, это слабость, скажем, когда выходим на IPO, то мы имеем право предлагать свои 181 дня или 91 дня, да. Отсутствие компетенции вывода на IPO, акции не имеют рынка до выхода на биржу, это слабости, когда привлекаешь в этот проект. Недостатки инвест-платформы, потому что, что это значит? Что продвижение, агентирование финансовых средств от кредитора до цели, до проекта, до конкретного, в экотехнопарке, очень, скажем, и накладно, и непросто. Недофинансирование проекта, факт, консервативность банковских систем. Но тут можно еще много чего. Возможности, рост стоимости акций выше доллара, это наша возможность. Многоуровневая капитализация, это значит, что капитализируются сами акции, капитализируется имущество, то есть оно постоянно мы инвестируем-то в имущество, имущество растет, а могут расти акции потом на рынке. Это капитализация. Получение рост дивидендов, участие, это возможности все, друзья. Участие акциями предстоящих адресных проектов, рост международной известности и так далее. Планетарных потребностей, это все возможности. И опасности. Замороженность реглобализации, заторможенности, извиняюсь. То есть мы глобализировались, сейчас надо реглобализироваться. Когда послушайте, что происходит в ООН, это тоже опасности очень большие. И отсутствие мышления от процесса. Вот такие вещи, дорогие друзья. И в завершение, в завершение нашего сегодняшней встречи, хочу вернуться в старой схеме. Повторим. Какой свой вклад в общее дело я еще могу сделать? Что сегодня предложили? Разобраться с проектом мусора. Так, как? Я предложил один вариант, как? Возьмите, соберите группу, сделайте чат, назначьте модератора, а не просто какой-то там сброк устроить, полет мнений. Это надо делать, но модератор всегда должен быть. Значит, когда? Решите когда. Как? Обратитесь ко мне и так далее. Какой ресурс я для этого имею? Вы имеете, по крайней мере, в моем лице, вы ресурс имеете, кто возьметесь за это дело. Как минимум. Плюс вы имеете какие-то свои компетенции. Плюс вы имеете взаимоотношения с какими-то городскими властями, которые занимаются или отвечают за утилизацию мусора в этом городе, или в этом поселке, или в этой деревне, где угодно. Что мне для этого еще нужно? Что? И опять, как, когда, какой ресурс я для этого имею? И вот таким образом, в любом случае, крутитесь. Дорогие друзья, я желаю вам успехов в ваших движениях. Вот ссылка на обучение Едигаров Сергея. Спасибо. Я прошу прощения, я заговорился. Сергей сейчас бросил здесь ссылку на обучение. Вот. Желаю всем мудрости, спокойствия. Берегите себя, берегите своих близких, и будет вам счастье. Строй сковей, спасай планету. Вперед, дорогие друзья. Желаю всем успехов и хорошей весны. До следующей встречи.